МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа. Регион в студии Кристина Балкивская. Здравствуйте. В ближайшие несколько минут о главных событиях прошедшего дня. Появляются новые объекты, люди ставят это все, демонтируется. АНАПские лягушки. Специалисты муниципального контроля предупреждают о незаконности установки парковочных барьеров. В отношении него сейчас будут собраны два материала. Это по статье 12.7.2 Кодекса областных правонарушений, так как он лишен права управления. Алкоголь и дорога несовместимы. В ходе очередного рейда был задержан злостный нарушитель правил дорожного движения. Бабушек через дорогу как-то переводим. Вот. Уступаем места в транспорте, в общественном. Учтивость и уважение. В День вежливых людей жители Анапы рассказали, что значат для них эти понятия. В Анапе полностью меняют уличное освещение. Подрядная организация уже выполнила половину работы. Новые фонари светодиодные. Они ярче, чем натриевые и ртутные лампы, и, что немаловажно, экономные. Переход на энергоэффективный уровень – поручение главы города Юрия Полякова. Демонтаж старых светильников и установка современных ламп проводится без инвестиций из бюджета. Все затраты взял на себя подрядчик. В новом свете город предстанет уже в ноябре. Еще утром здесь была установлена старая натриевая лампа. Теперь ее заменили на современный светодиодный фонарь. У него преимуществ намного больше. Яркое освещение, холодного белого цвета, безопасность, а главное – энергоэффективность. У светодиодного фонаря больше светопоток. Света отдачи больше, чем у обычного днатовского или ДРЛ-овского фонаря. Новые светильники изготовлены в России. Электромонтеры уже заменили больше половины фонарей на всех городских улицах. Время работы на одном столбе зависит от сложности конструкции. Сзади нас сейчас гусаки, они длинные, получается, длинные и изогнутые. Там основная сложность продлить провод. А так в целом минут 15 занимает. По словам электриков, иногда внутри гусака можно найти даже осиное гнездо. Насекомые оплетают полость, приходится вычищать мусор, чтобы протянуть провод. Все светильники будут заменены уже в начале ноября. Задача была поставлена главой Анапы Юрием Поляковым. Светодиодные лампы энергоэффективнее. Выгоды для города составят минимум 60%. Из сэкономленных денег и будут оплачиваться услуги компании-подрядчика. Те, скажем, приборы, осветительные лампочки, да, в том числе, были, ну, скажем, не настолько долговечны в сроке службы у них. В общем, затратность тоже определенную несли. Более того, значит, они энергоемкие, больше мощности потребляют. И светоотделение, соответственно, если посравнивать с новыми устанавливающими светильниками, намного выше у них, то есть освещенность дают. И учитывая то, что при этом потребление намного ниже. Контракт предусматривает, он как инвестиционный, то есть подрядчик за свои средства производит замену светильников. Подрядчик дает двухлетнюю гарантию на качество монтажа и обеспечит их функционирование на срок действия контракта. Также в Анапе будет усовершенствована система управления. Городские службы смогут дистанционно регулировать освещение, а прослужат новые светодиодные лампы минимум 12 лет. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Сегодня утром ожили анапские лягушки. Только не земноводные, а металлические. Парковочные барьеры все чаще можно встретить у частных домов и магазинов. Устанавливать такие конструкции незаконно, однако некоторых собственников это волнует мало. На борьбу с самозахватом выездов и парковочных мест вышли сотрудники Мунконтроля и Римстроя. Как отмечают специалисты, закрытая лягушкой парковка не только портит вид курортного города, но и становится непреодолимым барьером для скорой помощи. Перед демонтажом специалисты муниципального контроля присылают уведомления. Некоторые собственники самостоятельно убирают конструкцию, но есть и те, кто не желает мириться с законом. В этом случае стоит помнить, что устанавливая преграду после сноса, вы обязаны будете выплатить штраф. Демонтаж по городу происходит регулярно. Просто выявляются новые объекты, просто люди ставят это все, соответственно, это демонтируется. Просто настолько очень много этих конструкций в городе, что не все сразу можно демонтировать одновременно. Фишки ставят, там эти бутылки они ставят, это тоже нельзя. Поклонникам Диониса не место за рулем. Сотрудники ГИБДД и отдельной роты ДПС проверили водителей на состояние опьянения. Анапчане показали себя с хорошей стороны, однако был задержан один злостный нарушитель. Как показывает статистика, большинство ДТП происходит по вине нетрезвых автомобилистов. Чем обернется езда после шумного застолья в нашем сюжете. Водительский стаж Валерия Владимировича 30 лет. По словам опытного автомобилиста, для него сеть за руль в состоянии опьянения табу. Тем более, что в семье есть маленькие дети. Их Валерий перевозит только в специальных креслах. Соблюдает скоростной режим и регулярно проходит техосмотр. Нарушать правила дорожного движения не позволяет и своим друзьям. Я всегда как бы не позволяю себе. Я считаю, что лучше вызвать такси. И в друзьях, например, если где-то отдыхаем, кто-то, конечно, пытается сесть за руль, ехать. И всегда говорю, что давайте вызовем лучше такси. И на такси спокойно доесть до дома. Ежедневно сотрудники ГИБДД проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения. Отличить нетрезвого автомобилиста довольно просто. Из-за алкоголя у человека путается речь. Походка становится неустойчивой, а кожа краснее. Зачастую водители являются виновниками ДТП, именно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Так как алкоголь воздействует на организм водителя, вызывается нулевость, бдительность теряется, то есть реакция уже усугубляется. А вот и пример недобросовестного водителя. По словам сотрудников ГИБДД, владельцы иномарки уже лишили удостоверения. Отсутствие прав его не остановило. Он снова сел за руль, да еще и в нетрезвом виде. В отношении него сейчас будут собраны два материала. Это по статье 12.7.2 Кодекса областных правонарушений, так как он лишен права управления. А также в рамках его правонарушения усматриваются признаки статьи 264 Уголовного кодекса. Пьяный водитель опасен на дороге. Замедленная реакция может привести к аварии с летальным исходом. За управление транспортом в нетрезвом виде грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав. А при повторном нарушении – уголовное наказание. Никита Бойко, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. А чтобы фан-клуб «Бога вина» и «Виноделие» становился все меньше, в Анапе регулярно проводятся разнообразные акции. Основная их цель – продемонстрировать трезвость как нормальный образ жизни. Например, накануне в городе-курорте состоялась образовательная программа для молодежи под названием «Мы за здоровый образ жизни». В Центре культуры Родина собрались учащиеся школ и гимназии города, а также студенты сельхозтехникума. Для них специалисты краевого наркодиспансера прочитали интересную лекцию и продемонстрировали анимационный фильм «Урок трезвости». Все участники мероприятия получили памятки с полезной информацией по правильному питанию, занятиям спортом и творчеством. «Появилась очень большая мотивация продолжать заниматься спортом, также не курить, понимать, что это уже уходит на второй план. И за счет этого спорт переходит на первый план. Это не может не радовать». По-прежнему ли в цене вежливость? В современном ритме жизни мы зачастую забываем про простые истины. Уступить место пожилым людям в общественном транспорте, поблагодарить за помощь продавца или просто сказать «Доброе утро соседу». Сегодня день вежливых людей. Как с этим понятием обстоит дело в Анапе, узнала наш корреспондент Ника Пастенес. «Бабушек через дорогу как-то переводим. Уступаем места в транспорте, в общественном, ну и тому подобное. Но вежливым все-таки нужно быть в нашем мире». «Это везде проявляется, в автобусах, в общественном транспорте, в магазинах. Люди даже незнакомые, приветливые. Если что-то спросить, поинтересоваться, они всегда с удовольствием отвечают». «Самое главное, наверное, уважение к старшим. И если есть уважение, по-моему, и вежливость само собой будет». «Для меня вежливый человек – это тот, кто не мешает жить другим. И, естественно, чтобы быть вежливым, нужно соблюдать ряд правил, которые помогают нам делать среду вокруг нас более комфортно. Не только для нас, но и для тех, кто находится рядом с нами. Естественно, сейчас быть вежливым очень модно. И есть причина, очень важная причина быть вежливым и добрым. Чем больше добрых людей, тем светлее мир». Спортивной акробатики на Кубани – 80. Все больше родителей выбирают именно этот вид спорта для своего ребенка. Утонченность, художественная гимнастика и сложные элементы, безупречная точность движений, выполнение элементов, которые показывают эти молодые ребята, не под силу и многим взрослым. Спортивную акробатику часто путают с художественной гимнастикой. Однако, главное отличие именно этого вида спорта – в сложности движений и слаженной командной работе. Первый открытый чемпионат первенства Анапы по спортивной акробатике – новинка для нашего города. Чтобы поучаствовать в нем, спортсмены приехали со всей России. Уровень подготовки разный, представляют свои программы как многократные победители международных всероссийских турниров, так и новички. «Акробатика – очень необычный вид спорта, потому что развивает одновременно сразу все качества – гибкость, координация, ловкость, грация, изящество, танец. То есть акробатика – это, можно сказать, генерирование всех видов спорта сразу». Камиле 9 лет. Она приехала на эти соревнования из города Краснодара. Занимается спортивной акробатикой всего год, но уже сейчас не мыслит себя без этого вида спорта. На этом открытом чемпионате ее команда открывала торжественную церемонию номером в казачьем стиле. Также зрители увидели и парный номер в исполнении девочки и ее партнера. «Мы очень хорошо готовимся, усердно. Конечно, бывали, плакали, смеялись». Федерация по спортивной акробатике в городе-курорте Анапы ведет запись детей с 4 лет. Для того, чтобы ваш ребенок развивался и рос успешным, достаточно позвонить по телефону 8-900-232-90-93. Также подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте, адрес которой вы видите на своих экранах. Ника Пастенос, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. А открытый турнир уже по художественной гимнастике «Кубок чемпионов» пройдет в городе-курорте с 18 по 20 октября. В соревнованиях могут принять участие команды спортивных школ и клубов из любого города России и стран зарубежья. Состязации гимнастки будут в личном первенстве и в групповых упражнениях. Победители определяют в каждой возрастной категории. Они будут награждены дипломами, медалями и памятными подарками. Организатором соревнований, которые проводятся при поддержке администрации Анапы, выступила Федерация художественной гимнастики города-курорта Анапа. Заявки принимаются по электронной почте. Справки по телефону 8-988-333-40-30. Напомню, все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также на аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Анапа-регион – это актуальные новости курорта в ежедневных выпусках на информационном портале www.anaparegion.ru и в социальных сетях с общей аудиторией более 30 тысяч человек. Одна из самых рейтинговых радиостанций России «Европа-плюс» с хитами мировых чартов. Курортное радио, которое звучит для вас на центральных улицах Анапы. Анапа-регион – это ваш надежный партнер в продвижении бизнеса. Звоните 27207, пишите инфособакаanaparegion.ru Читайте и смотрите на www.anaparegion.ru Привет! Как ты понял, ты находишься на официальном канале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И из этого выпуска ты узнаешь все про знак отличия ГТО и что ты должен сделать, чтобы его получить. Знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» имеет форму стилизованной многоконечной звезды, в центре которой расположено изображение бегущего спортсмена на фоне восходящего солнца. Снизу выполнена надпись аббревиатуры ГТО в обрамлении лавровых ветвей. Обрати внимание, в верхней части знака изображен герб, а по краям государственный флаг Российской Федерации. Именно поэтому знак ГТО нельзя называть значком. Запомни и расскажи об этом друзьям. Это знак отличия. В нижней части знака расположена арабская цифра от 1 до 11, отображающая соответствующую ступень знака отличия, о которых мы рассказывали в прошлых выпусках. А теперь ты узнаешь про 5 шагов, которые ты должен пройти, чтобы получить знак отличия ГТО. Шаг 1. Регистрируйся на сайте gto.ru Шаг 2. Заполни заявку на выполнение нормативов Шаг 3. Получи медицинский допуск Шаг 4. Выполни сами испытания Ну и наконец, шаг 5. В торжественной обстановке получи свой знак отличия А если тебе не слабо прямо сейчас выйти на свежий воздух и пробежать 100 метровку, тогда ты точно готов к труду и обороне Ты энергичен, талантлив и креативен? Значит губернаторский кадровый проект «Лидеры Кубани. Движение вверх» именно для тебя Прими участие в конкурсе для руководителей нового поколения Для тех, кто завтра будет определять будущее Краснодарского края Условия Гражданство Российской Федерации Высшее образование И соответствующий стаж работы Участие бесплатное Финалисты конкурса получат Возможность принять участие в управленческих образовательных программах Стажировку в государственных организациях и ведущих компаниях Кубани Персональный консалтинг от лидера бизнеса или госуправления Комплексную оценку личных управленческих компетенций Знания от успешных управленцев Юга России Приглашение в резерв управленческих кадров Краснодарского края Подробности на сайте liderakubani.rf Хэштег «Лидеры Кубани» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова